Мы собрались здесь, чтобы рассказать про двух производителей солнечных панелей. Привет, друзья! Мы находимся в офисе компании Экопроект Энерго. Меня зовут Попов Алексей, я директор компании. Сегодня 30 ноября, и мы собрались здесь, чтобы рассказать про двух производителей солнечных панелей, которые представлены на российском рынке. Один из ведущих российских производителей солнечных панелей – это завод Хевел. Его я попрошу представить своего друга и представителя завода Хевел в Краснодарском крае, человека известного в солнечной энергетике. И в первую очередь тем, что он построил первый энергонезависимый дом на Кубани, которому было посвящено очень много репортажей, в том числе в федеральных СМИ – это Николай Дрига. Я хотел бы ему задать вопрос про линейку солнечных панелей завода Хевел. Какие типы солнечных панелей производят? Пожалуйста, тебе слово. Добрый день, друзья! Завод Хевел был основан на базе швейцарского оборудования. То есть целый завод Швейцарии был приобретен для того, чтобы организовать производство микроморфного типа панелей, то есть тонкопленочных. Но завод пошел дальше. Он переоборудовал производство, создав научно-технический центр в Петербурге и освоив более современную технологию, так называемую гетероструктурную. Это многослойная технология производства солнечных панелей, когда классическая монокристаллическая ячейка покрывается сверху тонкой пленкой. Это и называется гетероструктура. Соответственно, ключевыми преимуществами этой технологии является низкий температурный коэффициент, более широкий захват солнечного излучения в пасмурные дни и общая более высокая производительность, чем у большинства панелей, присутствующих на рынке. И, как следствие, высочайший КПД сейчас доходит на ячейки почти до 24%. Ассортимент продукции, который выпускает сейчас завод Hevel, он начинается для гетероструктурных модулей от 240 Вт и до 380 Вт в двустороннем исполнении. Соответственно, для разных типов задач и целей используются модули соответствующей мощности. В планах у завода развитие дальнейшего производства, совершенственной технологии, увеличение КПД. И второй производитель солнечных панелей, которого бы мы хотели сегодня представить, это панели под брендом General Energo, которые предлагает компания КПД на российском рынке. Эти панели произведены на заводе Ресан, это известный завод в Китае. И поможет мне рассказать про эти панели руководитель компании КПД Олег Цигель. Олег, я бы хотел задать такой же вопрос. Расскажи, пожалуйста, про завод, расскажи про линейку панелей, которые мы предлагаем российскому потребителю. Такая идея может занять часа полтора-два, если мы расскажем все, что мы про это знаем. Поэтому кратенько, тезисно. Завод находится в Китае, предключает в себя три производственных площадки на территории 28 гектар, имеет годовую производительность 1 гигаватт солнечных панелей в год, в день может отгружать до 10 солнечных контейнеров с солнечными панелями, занимается производством монокристаллов, поликристаллов. Максимально мощные панели, которые они сейчас предлагают на рынок, это 480 ватт, но уже есть модель на 500 ватт. Скорее всего, в следующем году мы ее привезем потестировать. Почему этот завод выбрали мы в качестве партнеров, чтобы производить там свои панели General Energo? Заводу 15 лет, он имеет все возможные сертификаты, которые только есть в мире, и для европейского рынка, для азиатского, для рынка Ближнего Востока, для Южной Америки, для Штатов. В Европе мы сначала привозили эту панель под их собственным брендом Ressan, но, беря на себя ответственность за такие большие объемы солнечных панелей на российском рынке, придумали делать это под своим собственным брендом General Energo, и несем за него персональную ответственность. Чтобы показать эти панели в работе, мы решили смонтировать их на крыше нашего офиса. Мы, конечно, не претендуем на лабораторную точность. Мы решили сделать монтаж оборудования максимально приближенным к боевым, так сказать, условиям, как они установлены у конечного потребителя. Мы поставили две солнечные панели рядом друг с другом, с одинаковым наклоном, с одинаковой трассой, подключили к одинаковому оборудованию. И попробуем посмотреть, как они показали себя, какую выработку электричества они дали, чтобы вы могли убедиться. И я хотел бы у тебя поинтересоваться. Мы установили солнечные панели на наш офис. Скажи, пожалуйста, как вы проводили замеры выработанного электричества? Какое оборудование применялось? Ну, идея была такова. Проверить в одинаковых условиях две панели. Одна гарантированно самая лучшая, а вторая ту, что мы привозим, для того, чтобы понять, где мы находимся, куда наступать. Поэтому главным критерием условий нашей всей этой лабораторной работы были абсолютно равные условия для двух панелей. Понятно, как уже сказал Алексей Владимирович, что лабораторных условиях мы достичь не могли, в условиях ежедневной работы нашей компании. Но мы постарались сделать все единообразно. На крыше на нашем здании мы установили две панели солнечных в одинаковых условиях. 320 панель HEAVAL гетероструктурную и нашу 315 монокристаллическую панель под одинаковым углом, с одинаковым азимутом с направленностью на юг, одинаковой длиной трассы по проводу. И сейчас мы перейдем вместо нашего стенда, где стоят два одинаковых контроллера солнечных и нагрузочная какая-то, и нагрузка регулярная. И потом я опишу методику и механизм наших замеров. Николай, суть в чем, что мы должны были сделать равные условия для испытания этих панелей, вспоминая все наши лучшие традиции в школах и институтских времен. Мы взяли два одинаковых контроллера, взяли единый блок преобразования постоянно только в переменный. Раньше тут было два, аккумулятора сейчас один, но не принципиально. Главное, мы обеспечили постоянную нагрузку, чтобы выработка от каждой солнечной панели суммарная была меньше, чем наша нагрузка. То есть у нас все время идет дефицит энергии, чтобы у нас не было ограничений, которые бы нам контроллер один или другой включили. И в результате этого по этому стенду мы, к сожалению, сразу не смогли собрать правильную статистику по этим двум контроллерам. Проблема в них. Эти контроллеры имеют некоторые ограничения по хранению данных, по статистике. Если мы их выключим, допустим, мы ушли на выходные, когда у нас нету человека, который мог присмотреть, они данные обнуляют. То, что мы накопили за неделю, все обнулилось. Это наши были первые попытки в апреле сделать такие данные. Если мы их оставляем работать, то происходит следующее. Без нагрузки забивается аккумулятор, какой-то из контроллеров ограничивает выработку, а какой-то потихонечку 0,3 ватика подливает. То есть за два дня набивается у нас разная статистика, которая нам нарушает уже равность условий. Соответственно, мы мучились, мучились. Потом в итоге пришли к тому, что по будильнику каждый час в рабочее время приходили и снимали данные. И снимали данные, накопленные в течение дня. И эти данные у нас скопились за весь октябрь. По будням мы их собрали, проанализировали. И в итоге максимально приближено к равным условиям, максимально независимо. Насколько это можно, когда мы испытываем панель, которую мы импортируем, и панель, которую вы, наш партнер, друг и дистрибьютор наш используете. Мы провели эти тесты. Изначально мы планировали просто для себя решить, вводить нам их в ассортимент эти панели солнечные или нет. И сейчас вот дружески решили презентовать общественности большой, чтобы все знали, потому что мы публиковали об этом анонсы в наших социальных сетях. Люди интересуются этим вопросом. Есть ли у вас какие-то вопросы по стенду, по каким-то нюансам, по особенностям наших измерений? Вопрос только один. Я считаю, что, конечно же, более корректным было бы поставить систему такую, которая бы на периоде хотя бы полгода, а лучше год, будет собирать всю статистику по производительности. Это был бы, конечно, хорошо. Это идеальный вариант, потому что Некроинвертор бы хорош был. Низкий температурный коэффициент у панелей Hevel. Вот сейчас, когда морозная и ясная погода стоит, он играет в минус по сравнению с производительностью панелей General Energo. А вот когда жаркое время года будет, то он должен играть в плюс. Но вот, к сожалению, жаркого времени года мы не отследили, насколько я понял. А вот сейчас мы видим, что при одинаковых условиях получается Hevel выдает 112 Ватт и 118 Ватт выдает General Energo. Что так и должно быть, когда минусовые температуры, там легкий минус сегодня с утра, минус один, и ясная солнечная погода. Поэтому в летнее время это было бы наоборот. То есть производительность у Hevel была бы выше, и сбор энергии выше, за счет низкого температурного коэффициента. Я хочу сказать в поддержку вашей мысли, что в обеденное время, вот мы в октябре, в октябре было, как вы сказали, довольно тепло, даже жарко местами, в обеденное время Hevel безусловный лидер. То есть когда у нас солнце прямое, когда у нас панели находятся прямо под прямыми лучами солнца, Hevel давал лучшие результаты. Мы, исходя из несертифицированности нашего лабораторного стенда, публиковать статистику досконально не будем. Только, может быть, кому сильно-сильно прямо интересно, можете запросить. Мы по секрету скажем. Но в целом я абсолютно с вами согласен. В ходе нашего эксперимента можно сделать следующие выводы. Разброс производительности между представленными солнечными панелями оказался минимален. При этом рекомендованная розничная цена панели Hevel мощностью 320 Вт составляет 14 690 рублей. Аналогичная солнечная панель General Energo мощностью 315 Вт стоит 11 300 рублей. Какую панель вам выбрать отечественного или зарубежного производства решать только вам. Думаю, через полгода мы повторим наш эксперимент, чтобы посмотреть, как панели покажут себя при летней эксплуатации в жаркую погоду. Я приглашаю всех посетить наш офис, чтобы познакомиться с последним новейшим оборудованием по солнечной энергетике. Всем, кто досмотрел ролик, огромное спасибо. Мы старались дать вам полезную информацию. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Ставьте лайки. И до новых встреч. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok